Реформа теплоснабжения. Кто выиграет и кто рискует? В Новосибирске за круглым столом обсудили новую модель рынка тепла. На базе Ассоциации Сибирское соглашение решено создать проектный офис для анализа первого опыта внедрения в регионах новой модели и его использования в других территориях. За круглым столом энергетики, власти, регулятор тарифов, эксперты, жизненно важная отрасль, теплоснабжение на пороге важной реформы. Поправки в федеральный закон уже приняты, но споры о том, что даст энергокомпаниям и потребителям предложенная новая модель рынка тепла, продолжаются. Место для дискуссии оставил сам документ. Где и когда начать реформу, должны решить сами регионы. Ряд крупных городов, Казань, Набережные Чулны, Самара, уже заявили о желании войти в пилотный проект. Эксперты уверены, рано или поздно большинство территорий придут к выводу, другого пути сохранить и развивать теплоснабжение нет. Самая изюминка этой модели, то, что она дает долгосрочную предсказуемость. Это и стабильность бизнеса самих энергокомпаний, и социальная стабильность. Я считаю, что это более прогрессивный, более удобный, выгодный для всех сторон способ регулирования тарифов. А если оставаться на методе затраты плюс, придем к Рубцовску и все. Рубцовск в Алтайском крае и Черногорск в Хакасии два сибирских города, которые войдут в федеральный пилотный проект. Для них это вопрос выживания. Существующая схема утверждения тарифов теплоэнергетики уже привела к банкротствам местных котельных. Без крупных инвестиций в тепловое хозяйство проблему не решить. В обоих городах таким инвесторам выступит сибирская генерирующая компания. Новый закон, в отличие от старой модели, дает гарантии возврата вложений. Это предельный тариф на ближайшие несколько лет, рассчитанный исходя из затрат на строительство новой котельной. Не будет ли этот тариф слишком обременительен для потребителя? С этим вопросом сегодня связаны главные опасения регионов, которые пока думают, входить ли нет в пилот. Руководители сибирской генерирующей компании заявляют, слишком высокая цена услуги энергетикам тоже невыгодна. СГК сама инициировала поправку в закон, которая максимальную планку тарифа позволяет снизить вместе с социальными рисками. Поймите правильно, можно поднять на максимум, за два года все окупить, но это не наш бизнес, потому что нам тоже социальные потрясения нисколько не нужны. Нам нужно планомерное поступательное развитие, снять денег за два года и убежать. Но такой цели мы не ставили, когда все население начнет возмущаться или перестанет нам платить. У нас же бизнес еще не только в том, чтобы поставить тепло, нужно еще и за него деньги собрать. С этой точки зрения, чем ниже тариф, тем выше собираемость. Чем выше тариф, тем ниже собираемость. И вот здесь вот все, мы всегда все просчитываем, чтобы были такие оптимальные условия. В Новосибирской области вопрос о внедрении новой модели рынка тепла пока не поднимают. Весь 17-й год в регионе прошел под знаком дискуссий и митингов против решения повысить тарифы, в том числе на тепло, сразу на 15%. Необходимость этого решения объясняли как раз тем, что тариф долго сдерживали, денег на ремонт не хватало, в итоге сети оказались сильно изношны. Под давлением общественности решение отменили, проблема осталась уже после начала. Отопительного сезона в Новосибирске не проходит ни дня без информации об аварийных отключениях тепла в жилых домах из-за устранения дефектов на тепловых магистралях. Если не будет инвестиций, мы будем еще дальше состояние коммунальной инфраструктуры ухудшать. И когда она будет критическая, будем залезать в бюджетный карман. То есть деньги направлять не на какие-то социальные программы, не на школы, не на больницы, а будем их в оперативном порядке перекладывать в сети или строить новые источники. И нам, конечно, опыт Алтайского края, сибирской генерировщей компании очень интересен. Мы внимательно наблюдаем за ним, за Рудцовском уже несколько лет, который лихорадит. И надеемся, что вот эта практика, этот пилотный проект, он даст определенный толчок, от него многое зависит. Пока новосибирские власти допускают возможность вхождения в федеральный пилотный проект «Барабинска». Улучшить теплоснабжение этого города можно с помощью его переключения на ТЭЦ в Куйбышеве. Цена вопроса – миллиард рублей. В бюджете такого ресурса нет. Гарантии инвестору может дать только новая модель рынка тепла. Ольга Милаенко, Иван Тепляков, Вести, Сибирь, Новосибирск.